Приветствую вас. Первое, что я хочу сказать, это то, что вы не доверяете судя по всему себе, то есть вы не можете в этой ситуации опереться на себя, вы не можете в этой ситуации отталкиваться от своих, значит, ну от своих... от препочтений, от своих ценностей, от своих приоритетов, вот. И на мой взгляд, это такая вот первая серьезная проблема, потому что то, что человек совершает какие-то действия, то, что человек что-то делает, ну, это, в общем-то, его право, его дело действует, так как он действует. Вот, хорошо это или плохо, вот, по-вашему, аморально это или нет, это все на самом деле деталь. Вот. Газдо важнее, что человек, человек определенным образом как-то, как-то поступает, вот. Но, при этом, вы реагируете на это достаточно жестко. То есть вы реагируете на это, на это достаточно негативно. Вы реагируете на это так, что создается впечатление, что вы не защищены. Создается впечатление, что вы чувствуете себя уязвимой в этой ситуации. А это как раз таки неприемлемо, потому что в отношениях вы моментально становитесь неестественны. В отношениях вы начинаете сразу же пытаться решить свои проблемы. Вот. И, соответственно, эти самые проблемы лишь только приумножаются. Вот. Это то, что, я думаю, в первую очередь нужно сказать вам. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. Это определиться с тем, как у вас отношения с мужчиной. В принципе. Вот. И, на мой взгляд, посмотреть, чего в этих отношениях больше. То есть, больше ли между вами личностной связи, больше между вами гендерной связи и так далее. В зависимости. Об этом уже можно и сходить. И что-то можно подкрутить, что-то можно подкорректировать в поведении, если вы хотите. Следующая важная деталь заключается в том, что... Человек не воспринимает вас как... Такого серьезного, откровенного партнера. То есть, человек боится с вами сближаться по разным причинам. И хочет выставить границы. Хочет как-то вот отдалиться. Либо целинопрально испортить ваше мнение о нем. Разве другое. Что вы... На это реагируете. Своим раздражением. И основание для раздражения тоже нужно разобрать. Одно дело, если для вас это просто неприемлемо. Ну, вот просто неприемлемо то, как ведет себя... ...мужчина. Это один момент. Если просто неприемлемо. И совсем другой момент. Если вас это как-то задевает, вам это неприятно и так далее. Это совсем другая история. Здесь уже есть ваша личностная проблемачка. И, соответственно, с ней нужно работать. Может быть, это страхи. Может быть, это неуверенность в себе. Может быть, это конкуренция. Может быть, это что-то еще. Так или иначе, это то, что мешает вам быть естественной в отношениях. Быть самой собой. И, соответственно, мешает отношениям развиваться максимально быстро. Поэтому здесь тоже необходимо подкорректировать. Дальше. Вот вы пишите. Мужчина лайкает в социальной сети фотографии на фейковых аккаунтах девушек. Вот откуда вы знаете, что аккаунты фейковые, тоже не очень понятно. Все-таки, на мой взгляд, отношения нужно стараться максимально привести в реальный блог. Вот. Если такой возможности нет, то... Вероятно, богатые отношения приостановить. Потому что в раздельном случае просто будет такая вот постоянная тревожность и порвешенность. Особенно, если вы не доверяете себе. Либо учиться доверять себе и как-то вот продвигать свою модель поведения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова